Значит, мы реализовали решение сразу на блокчейн ТЕРА, не на эфириуме, хотя аналогично можно реализовать и на эфириуме, просто блокчейн ТЕРА есть ряд преимуществ, новейший блокчейн, который, в отличие от других блокчейнов и эфириума, транзакции всегда идут быстро, независимо от штабирования и имеют пока что новую комиссию. Так, вот в данном случае у нас человек приходит и по заданию, у нас по заданию блокчейн, человек приходит к ним в каптору с паспортными данными и заводит под них штакаунт. Вот там, в случае, мы на ТЕРА сделали, можно другую полочеку сделать. Это демо-версия. То есть, блокчейн настоящий, а полочка здесь, нами сделает самоконтракт. И он удостоверение личности дает и указывает свои доверенные лица, которые тоже занеслись в эту систему. Это, может быть, друзья, братья, кто угодно. Два человека. Эти доверенные лица тоже заносятся и тоже указывают, кого они хотят. И получается два номера кошелька, которые указаны у доверенных лиц при создании смарт-капра. При этом еще создается там кодовая ссылка. В данном случае упрощенная версия демо. Все, мы создали. После этого у нас потерялся доступ к кошельку каким-то образом. Поэтому мы хотим восстановить подтверждение, что мы-это мы, будут у двух доверенных лиц, которых тоже в системе есть. Этого достаточно. Мы этим доверенным лицам звоним, предварительно заведя новый кошелек. И сообщаем номер нового кошелька и номер старого кошелька. Когда эти люди, каждый, отсылает 0% комиссии на старый кошелек с подписью нового кошелька в сообщении, и автоматом кошелек пересылает старый, с потерянными ключами, на новый, деньги, которые там были. При этом деньги разблокируются кодовым словом, который известно только недоверенным лицам, а только человеку. И деньги, они в сутки ждут, зачисляются на новое кошелье. Собственно говоря, вот такая простая... телефон есть? Йорк. Это долго. Тридцать секунд. Да, все-таки мы не сможем успеть. Это все работает. Вы можете проверить после, если читают. Вот. Собственно, и вот эта презентация, да. Ну, давай дальше. Вот шоколад Эра. Это выстроит транзакцию на JavaScript. Пишет смарт-контракты. Ну, вот. Ну, это я уже рассказываю. Потому что вот заводится контракт, потерялся, доверенные лица отсылаются. Отсылается, и они, собственно говоря, дают команду отсылают . И тот кошелек пересылает кодовое слово разблокировать. Все. Спасибо. Как восстановить данные, если потерялось доверенное лицо? Давайте я расскажу. Тут, может быть, более... Можно улучшить алгоритм. Взять не два доверенных лица, а три доверенных лица. И чтобы любые два лица могли бы подтвердить личность пользователя, который потерял... Да. А если два пропало? А два пропало, все, и ничего не сделаешь. Да. Но если доверенное лицо, просто доверите, просто ответ в организм человека. Не смогут. Они не смогут обмануть, если используют кодовое слово. Они не используют кодовое слово, но отправляют на другой просто левый кошелек деньги? Нет. А они не зачислятся? Деньги придут, полизация в кинодат, придут на кошелек? Нет. Деньги, деньги не перечислятся без кодового слова. Нет, 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 они не перечисляются на... Ну как, они... 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 Это самое... Требуется подтверждение кодового слова. Да. Требуется подтверждение. Смарт-контракт со старого, что требует кодового слова. Да. Со старого кошелька требуется на новый. На новый требуется кодовое слово, да. которые, соответственно, не являются. Но опять же, если человек от человека, в этом случае, чтобы сегодня обманули русский кинок, в случае подростки. Используются три человека, если один заупрямился, чтобы два другие могли подтвердить. Давай выберем. Можно еще вопрос? А, допустим, можно добавить нового доверенного человека, если потерялся доступ? Вот, допустим. Добавить уже существует... Можно изменить доверенного человека в смарт-контракте. Можно изменить. Все, спасибо большое.